Микрофон Лишь только звезды зажгут небеса и череды Не торопись, во-первых, не торопись, а во-вторых, вообще, первая фраза вся, понимаешь, она вся рыхлая, вот смотри, начало, начало, рыхлая, вся на промахе, вообще безопорная, и детонация идет, сразу же. Ну нет, опоры не держишь, ложе, поехали куда угодно, волосы, ну че его делать, ну че его делать, по струнах там гуляет, где Эл, у тебя старт с сонорной Эл. Ну я недостаточно, в смысле. Да вообще никак, лишь только фейкшер, у тебя все вот так, поем. Еще раз. Лишь только вечер. У-у-у, как было хорошо. Только не туда немножко, интонационно, потому что сам испугался. Вот ты почему пугаешься своего голоса? Я же не испугался. Ой-ой-ой. Лишь только вечер. А сейчас что? А сейчас что делать? Лишь только вечер. Почему именно детонация? Почему? Давай потом говори. Ты почему на Е-то не сидишь? Почему неустойчивый? Ты тон этот не опер. Лишь только вечер. Вечер. Чер будет по инерции там, где ему нужно быть, этому черу. А у тебя нет ни Е, ни чер. У тебя все вот в какую-то прорву. Куда-то не туда. Где Е? Натяни мне. Почему сейчас было правильно? Ну почему сейчас? Сейчас было верно все. Ты просто не привык к верной интонации. И ты сам Е-е-е удивляешься. Ты понимаешь вообще? Где Е? Вот дай мне Е. И Л, и Е. Лишь только вечер. Опять облегчил. Вечер. Опять облегчил. Ну нельзя. Зачем ты наешь с воздуха? Ну зачем? Пусть будет это по динамике. Ну где-то, ну не знаю, ну мецепорты там. Ну не знаю. Ну может быть ближе к пиано. Ну оперто. Ну оперто, а не вечер. Лишь только вечер. Ну где Е? Ты можешь по себе? Спаси, сейчас просто искусственно. Лишь только вечер. Ты можешь на Е посидеть? Да, мне встать на колени? Я встану, только чтобы ты спел. Ты же сейчас спел? Вот так не поешь? Лишь только вечер. Ты уже пошел на плинтус. Ты уже пошел на плинтус. Куда ты пошел на плинтус? На какой плинтус ты пошел? Вечер. Ой. Вечер. Давай без плинтусов. Вечер. Вот и все. Когда голос, понимаешь, когда голос, голосом не управляет, вот певец, он идет куда хочет. И в первую очередь, он идет на плинтус. Эл хорошую. Лишь только вечер. Ты ее почти на полтона поднимаешь. Лишь только вечер. Лишь только вечер. Вот это начало романса. Для тебя, понимаешь, а в принципе для любого исполнителя, это психологический фактор очень важен. Как я начну петь? Иначе все настроение сразу ты себе сам испортишь. Ты это понимаешь? Да. Лишь только вечер. А ты его не держишь, он у тебя вот такой. Лишь только вечер. Прикрой его. Обопри хорошо, но не открываешь. Лишь только вечер. Уже лучше. Пусть будет плинтус. Пусть он будет. Это ключ чисто. Был все равно. Вечер. У тебя было. Вечер. То есть у нас там одна нота. Вот у композитора написано. Вечер. Та-та. Две ноты. А ты нижний, потому что дважды. Я это называю плинтусами. Вечер. Вот что ты делаешь. Понимаешь? Лишь только вечер. Ну не останавливайся. Я выгляжу мышечную пансию. Только вечер. Ты можешь петь в такой ритмической пульсации. Но только не вечер. Хорошо опирай этот звук. Ты мне как-то сказал, что выкорчевать легко. Ну так выкорчевывай, если что. Мне в принципе уже все равно. Понимаешь? Все. Осталась неделя. Ровно неделя. До твоей пересдачи. Вернее, сдачи. Лишь только вечер затеблится синий. Ты уже опаздываешь. Вот смотри. Вечер. Ой, вот смотри. Вот я сейчас буду сидеть. А сейчас пересижу. Вот, ну что я тебя прошу. Лишь только вечер затеблится синий. Ты такая я? Я чуть-чуть. Затеблится синий. Зачем это надо? Затеблится синий. Затеблится синий. Я буду догонять там. Но мне лично, вот мне лично по моим чувствам, если по твоим чувствам так не надо, не пой. Пусть будет вечер. Сиди на нижней. Но она у тебя фальшивая была. Я почему сдвигаю-то? Ты получается, что ты вот ее интонируешь не точно, чер. И сидишь на ней. Поймем. Лишь только вечер затеблится синий. Это было низко. Синего не было. Синий. Ты опять идешь на плиту. Ты уходишь с высоких нот. Синий. Синий. Везде плитуса. Ну, Рамазан, ну нельзя так петь. Ты можешь на и посидеть? Синий. Но это низко. Синий. Без плитуса. Синий. Синий. Вот сейчас получится. На и нужно тоже хорошо нужно опереть ее. Эти все ноты, они не точны именно потому, что ты их не держишь и не держишь. Но можно это в голову просто положить. Мне нужно продлять гласные и опирать их. А опора включается, когда ты чуточку добавляешь, хотя бы чуточку делаешь. Я просто не чувствую ритм метра почему-то. Я вот боюсь пересидеть и потом опоздать. Ну я же тебе сейчас показал, как я побежала. А ты не можешь побежать? Тебя так не видишь? Я не чувствую, я вот почему-то не чувствую, что я здесь опаздываю. Вот из-за этого у меня идет, ну, расхождение. Опять расхождение у нас идет, подождите. Дай-ка ручку. Простучи меня. Ну и что? Дай-ка ручку обратно. Что ты все мне, Бабик Люпе, рассказываешь? Что ты все рассказываешь? Я не чувствую ничего. У тебя и сослуха, он у тебя идеальный, абсолютный. Но мы почему-то не тонируем. У нас и гейм, великолепный. Я не чувствую. Нет, ну просто, я себя не почувствовал. Ну вот аккорд, понимаешь, вот аккорд. Все, вот смотри, я же тебе показала. Даже если ты пересидел. Лишь только лечки за тебе присоси. Лишь только звезды блесут в небесах. Я вообще-то из лавайского аккорда. Бам! Лишь только звезды блесут. Это ароманс. Это ароманс. Здесь не должно быть. Вот это вот. Мы делили абиссии. Здесь можно свободу дать, свободу дать. Но надо, я не знаю, как. Как? У тебя с чувством ритма все прекрасно. Почему ты не чувствуешь? Ну вот почему ты не чувствуешь? Потому что ты мало поешь. Ты надо работать. Ты не впет. Ты не ощущаешь аккомпанемента Александра Валерьевича. А мы будем под эту фонограмму сдавать. А мы будем под эту фонограмму сдавать. А мы будем под эту фонограмму сдавать. И мы будем под эту фонограмму сдавать. в небеса, почему в небеса, а они зажгут небеса, там нет предлога В? – Они в этом? – Да, почему-то. Лишь только звезды зажгут небеса, они зажгут небеса, то есть вот небо, вот это сначала без звезд, потом они бах, и появились звезды, да? У нас здесь нет цезуры, мы здесь-то везде поставили, мы там работали с собой, а здесь нет. Немчугами дыханием, и держим, и держим, но это все равно какой ты будешь текст спеть, мне все равно, здесь все равно, поем. Все было хорошо сейчас, постарался, но все равно не уверенность такая. И черену серебряный жемчугам украсит роса. Вот она должна созреть. Оттуда. Оттуда. Оттуда börjar. Оттуда. Оттуда. Все здесь она в развитии, там она в развитии, здесь. А почему? Ты же берешь так дыхание. Ты еще взял дыхание. А почему ты ее все равно останавливаешь раньше времени? До того момента держать, пока не возьмешь дыхание. Ну понятно, что про Расу? Про Расу. Про нее ранимую. Поем. Еще разочек. Женщина. Камень красит. Где дыхание? Ну просто сейчас, в корчевоте. Камень красит. Раса. Держи. Вот это должно быть органично. Раса. Раса. Держи. Экономное дыхание. Экономное дыхание. У тебя только в самом хвостике пойдет развитие и появится вибрация. Сначала мы держим что? В одной динамике создавая что? Одно что? Одно давление. Одно давление. Принцип экономного дыхания. Методика. Методика. Понимаешь? Я почему, допустим, я могу отдельно там с тобой, я могу потратить урок методики на работу с тобой по специальности? Потому что мы всего этого касаемся на уроках. Поэтому нам ее красит красааааааа. То есть сначала держим. Это трудно. Я сейчас не очень хорошо сделала. Очень важно все это, чтобы было. почему очень важно чтобы была верная тональность это не моя тональность для подобных для филигранной вот такой работы это не моя тональность а это твоя тональность конечно и чтобы это правильно было все чтобы было комфортно голосу а я же пристраивалась чтобы тебе показать все это ты же на выдохе делаешь а и что там у тебя с росой святобеда ты должен смычная росу сомкнуть должен что такое вообще роса ну так капелька соединяется с листочком или она в подвешенном состоянии на листочке копчет ну так и ты соединись пою не красит роса низкая нота роса роса туда же роса низкая нота позиционно мысли не красит роса а ну 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 тут еще видишь какой рамазан момент когда очень я и очень сложно честно методично это 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 личное было исполнение чтобы добиться просто долготы как бы там все это причем я не за то чтобы она там продлялась в принципе я про то что я про то что мне не нужно чтобы везде в каждом куплете там у тебя вот эта нота она продлялась вот вечно мне мне нужно так что как нужно тебе почему вокалисты используют большей части продления то что ты в паузе не знаешь что делать и ты раньше времени берешь дыхание ты до сих пор еще не привык к органичному дыханию перед фанацией до сих пор поэтому я прошу тебя проглять ее но это было сейчас все равно мы сейчас занимаемся методичным исполнением и когда вычленяешь фразу ее сложнее подать точно во всех отношениях и технически и органически потому что она вычленена когда это в песне тогда будет лучше поэтому ты можешь ее столько и не протягивать это было сейчас упражнение как хочешь понимаешь как хочешь но если ты раньше времени будешь брать вот это дыхание если ты будешь раньше брать то это криминальная ошибка ты это понимаешь? я понимаю да теперь дальше что там в крюме? почему мы остановились? из-за ноты этой накидку а в чем дело? за фану задеть я же помню да что ты помнишь? накидку почему ты ее не поешь? я ее не слышу я почему сразу не думал накидку что? накидку накидку даже просто наигрывая понимаешь вот ты сейчас наиграешь я так не могу и не хочу и не буду вот просто наиграть даже тему почему ты уходишь из ритма пульсации которая в песне и потом в твоей голове это вот это вот все рвачка-рвачка-рвачка как вот ты вот просто тык-тык-тык-тык на фоно садись на фоно бери микрофон ближе ближе играй и и и пой ближе от фаре от фаре от фаре от фари слушай ну что это такое? в этом буква ве Ну где «тва»? Не «т», не «в», а все просто «атфари» Я знаю что Приготовь, и ближай кофе Утрируй их сейчас Прижи микрофоны Ещё раз Калитку Играем и поём акапельно Ещё раз, но он не уверен был Ещё и ритмичнее Ну Ку-у-у — калитку Ещё Ку-у-у — калитку А я сейчас куплю островую руку. Да ты мне же успел. Я не спою так, я так не умею петь. Даже если постараюсь, он будет тяжело. Я не спою. Ты уникален совершенно, товарищ. Ты понимаешь, как она, где она? Ты все равно ее совершаешь, а? Калитку. Вывали ее. Ну вывали. Калитку. Калитку. Да, сейчас это было чисто. Да ты же слышишь меня? Ты же слышишь меня? Ты же слышишь меня? Ну? Что там? Ты просто это место не работал дома. Ты не пел. Ты не сидел и не пел. С фонограммой, с мортепиано, потом акапелло, потом отдельно с фонограммой без фоно. Ты так работал? А почему? Ну? Нет, у тебя ноты не получается везде. Калитки, накидки, все, все в сад. Нет, гуще сплетаются ветки. Все! Все эти ноты, все неверные. Ты почему не занимаешься? Да я, как я вчера занимался, ну просто я, у меня все верха повылетали, я просто... Какие верха? Здесь как раз нельзя. Можно снизу сначала? А? Верхи не могут, низы не хотят? Или что? Низы не хотят, верхи не могут? Пою. И здесь тоже высоко, опять твак твак твак, ну что это такое? У меня нет такой цели докапываться, у меня ее нет. Да я сам прекрасно слышу, ну когда вы говорите уже? Ну ты же факаешь, я понимаю откуда это, это ваше, то что вы в мире все время слышите, слышите вот эту мерзкую, гадкую лексику, вот она оседает в бедных головушках и потом мы факаем. Откори потихоную калейку и войди в тихий сад, И как тем не забудь, потемнее накидку кружевая, Наголовку надену. Ой, тембр, голос. Сижу и лечусь прям, прям терапия, прямо терапия. Калитка была туда, накидка была не туда и полутонового хода не было, остальное все не спело. Калитка была туда, а накидка не туда. И полутоновый ход, пой мне ему сейчас о копыле. Что ты сейчас поешь? Потом, у меня правда не получается, я ее не вижу. Что? Не получается. Да ты сейчас лупинка спел, просто взял и спел. В тихий сад, ты как тень, ты как тень, ты как тень. Запону. В тихий сад, ты как тень. 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 Еще разок. В тихий сад, ты как тень, ты как тень. У тебя там дыхание совсем немножко надо, отдай ему все. В тихий сад, перебор. Да что это такое? В тихий сад, три раз, два, ты как тень. А когда? Ты как тень. Да. Ну я говорю, у меня нет чувств, никаких. Никаких чувств. Ты целоваться умеешь? Да. Вставай, поем, и как ты будешь. А подожди, целоваться. Ну я не целоваться. Калитка была хороша, нота была верная, накидка была неверная. Опять почему? Потому что там не натянул, тут не додержал. Потемненно ты кружила на головку. А еще пою. О, класс. Еще пою. НЕ ОЧИТСАЛЬ БУДЬ ПОТИМ Ну все нормально, все спел там, но разницы нет, все хорошо на грани. Ну же тут и все, я не вижу ничего, не вижу. О, ты моя, эта самая штука, все вообще, все в тяну. Так, сейчас модуляция работает, я не буду с тобой ковыряться, заниматься вот этим всем. Все это, ты будешь сидеть дома и учить, вот это все будешь учить. Я не буду вот это вот учить, но на уроке, ты это понимаешь, да? Да, буду. Вот так вот. Сейчас модуляцию поешь, и все. Чудо какое, спасибо, Господи, за Верочку. Это же просто песня какая-то. Ну теперь мне все видно. Слава Богу. Все заляпано. Надо посмотреть, у нас подаются такие интересные, наверное, нет. Это что? Ну посмотри, подается такое вообще в России. Ну вот брызгать на экран. Я просто так. Так, все равно я, уже не отвлекайся. Все, пою, модуляция. Сейчас мы подгуляться. Опять В, опять В. Нет, там уже было что-то между В и Ф. Ну между, можно не между? Можно не между? Ох, я бы тебе сейчас сказала по поводу между. Поехали. Ох, я бы тебе сейчас сказал по поводу. Как ты? Поехали. И пройди в тихий сладко, как тьме, Не забыть темнее макиху, Кружила наголовку, Тихо не надо взять перед кружевами. Да вообще финал, понимаешь, ты поешь никакой органики вообще. Ее вообще нет, понимаешь. Я про полтана думала, про тихо дать. Вот именно, ты вот так же, дай, дай, дай. Ты, Саш, ага, эту нуту спел, ага. А, у меня сейчас что, литер? В надо дать. Здесь, надо это, здесь у меня, полтана. Внимание, внимание, на старт. Ну что это такое? Это что пение? Так, не забудь, вот здесь вот, восклицательный знак. Рыба, пишу, рыба. Ой, какая сумасшедшая рыба, как же ты. Вот, не забудь, понимаешь, ты опять вот, ты как тень. Не хочешь тянуть, живи. Паузу эту потом. Не-е-е-е-е-зо-о-о-о, у тебя. Не-е-е-е-е-е-е-за-о-о-о-о-о-о-о-о-о-би-уй-уй-уй-уй-уй. Вот, что та делали, ля-ля-ля-ля, что при туса. Рыба, дышишь, и все это, все, и здесь нет, финала нет. Ну нет финала вообще, все аритмично, все безобразно. Это моя ручка? Все, забирай. Поем финал. Не было опять, калитка была, накидки не было. Что это такое? Ну нет накидки. Потемнее накид. Дай, Эр, ведь ты когда В сейчас вот дал, у тебя после В хорошего статка, вошла, точная нота была. Точная нота. Да и здесь, где согласная есть, там и нота есть. А там, где у нас, вот такой у нас нет, у нас нет продолжения. Нет начала, нет продолжения. Ну ты понимаешь, что просто вот бытие во Вселенной, для того, чтобы что-то продолжилось, должно быть, начало. Это понятно или непонятно? Так у тебя начала нет. Все с нотуляться. Отвори потихоньку Наши человек луками, Отвори потихоньку, Не войди в тихий сад И когтей. Не забудь, Потемнелем на киху, кушаем, на мелодку, кушаем, на мелодку, кушаем. Хорошо, хорошо. Ты можешь позже спеть эту фразочку после аккорда Александра Ильича, почему она тебя передержала. И не надо ее тянуть. Не надо ее тянуть, сколько хватит, столько хватит. Накидки так и нет, хотя начало было накидки верное, потому что эндал. Да, ты все время анализируешь, ты поймешь, у тебя идет анализ, у тебя математический анализ, у тебя, знаешь, как матрица, ползаю, 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 ползаю. У тебя все время ползает все это в голове. И я это вижу. Но я только вы. Я вижу абсолютно все. Каждую твою мысль, я ее читаю. Она читается, абсолютно читается. Ты ее, Энн, сконцентрировал, а потом накидку начал. Ой, а следующая у меня была верная или нет? И, ой, Куни, туда что-то я вернулся. Все голова твоя показывает, лицо твое все показывает. Все показывает, все. Ты спел, ты сейчас, конечно, спел, ты постарался, но это все, это... Сейчас без рыбы было хорошо, ты там спел все... Ой, еще раз поем. Нет, финал поем. Самая, последняя фраза. На головку надень. Все? Все. Ты же хотел там качели сделать. На головку надень. Ты же хотел. На головку. Не будет, если О, не будет качелей. Тогда уж пусть будет одна, да не та, чем вот эта еще. На головку. Только с натянутой нотой можно уходить какие-то качели или морденты. На головку. Оно как ветероговку. На головку. Посиди на О. На головку. А это очень быстро. На головку. А это вообще куда идет? На головку. На головку. На головку. На головку. и мы сюда приходим, в ку, там о, здесь у, а лотека промежуточная, я думаю, на, вот мы этому не придаем вообще значения, но это должно быть очень точно спето по интонации, очень, иначе грязь, и потом, значит, то, что ты поешь, вот сейчас я вспомнила, ты первые полутона, ты как бы их методично стараешься спеть, потом ты берешь дыхание, и там ты выходишь из ситуации тем, что ты просто говорочком что-то проговариваешь, но ты не поешь старые полутона, ты их не поешь, ты понимаешь, в чем это все, это так? Да. Ну, то есть у тебя такие мысли, я тут проговорю, ну их я тебе говорю. Ну, нет, больше... Что? Какая мысль? Из-за дыхания, что? Что дыхание, а нота тут при чем? Ты говорочком... Нет, я не про дыхание, то, что давать вот так вот такое, оно само получается, как-то... Ты понимаешь, что нужно опереть там тоже, эти пунктонами грязные? Так не получится. Говорочек, не говорочек, но он звуковысотный. Тихий сад, ты... Остановись мне на этой ты. Тихий сад, ты... Ты... Прямо вдох. Ты как тень... Ты понимаешь, что это все даже можно давать гортысково. Романс можно давать гортысково. А мы все увлечаем. Тихий сад, ты как тень. И тэ, и ка, и тэ. Ты как тень. Они все должны быть слышны. А там все... Между собой что-то такое. Не поем. Поем. Это место. Потемнее. 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 Потемнее на тиху. Ах! Ах, понятно. Весь этот самый. Весь этот самый. Тихий сад, ты... Ты не будешь брать дыхание? Я сейчас перед тихий сад взял. Нет, ты не взял. Я взял. Ты не взял перед «ты как тень». Да, ну потому что я взял перед первыми полтунами. Это не спасло все равно ситуацию. Ты как бы подумал, может быть, я тут пойду и пойду. Но все равно не спасло. Ты постарался, но все равно там было нечисто. Еще раз. А-а, Тва, 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 Жду. Вот именно мне же. Как ты сказала? Ты подовольствуйтесь тем, что хотя бы... Ну нет там... А-а, Тва, Ва, Ва, Ва! Дай мне Вайк просто. Ва, Ва, Ва! Смотри, какой зажим в голосе. Да? Ты зажимаешь сейчас А Не так Почему зажим происходит, потому что нет развития в ноди спазмируется я правильно сразу у меня идет на рост я расту в ноте хоть чуть-чуть даже если она динамически вот это твое и я там тебе там тихо когда-то сказали выше мне это из головы своей вообще напротив ну нельзя так мысли ты понимаешь что сейчас у тебя новое совершенно почему-то старыми дрожжами какими-то пользуешься я им не пользуюсь они просто выброси это твоя голова это твои мысли выплюни их просто возьми все два пальца и все чтобы этого не было даже смотри вот я мыслю сейчас я объясню с точки зрения он профессиональный это даже говоря простым языком неправильный допустим по технологии даже не так увеличить громкость как я увеличиваю свою энергетику внутреннюю я не срабатываю на я не я не умеется занимаюсь я не увеличиваю динамику то есть я не увеличиваю звук в плане его силы и тогда все равно возникает но малейшее но возникает именно то количество увеличение какое не нужно уловил нет я тоже так же хочу ну так кто тебе не дает то у тебя в голове сидит не то что надо я сказала выплюми хочешь делай отвори потихоньку отвори отвори Тенее накидку кружила на головку надень. Сейчас накидка была замечательная, сейчас была очень замечательная накидка и нет стабильности вообще. Ты постарался сейчас, все равно навалял там очень много. Ты торопишься, ты торопишься, ты сейчас пошел любим путем, ты взял дыхание. И войди, ты взял в тихий сад, ты как тень. У тебя вот это ты как тень, ты сейчас не брал там дыхание, ты поторопился. Ты понимаешь, что когда певец торопится, это непрофессиональное пение. Когда он идет, вперед, металитма. Это непрофессиональное пение. Почему я тебе сказала, что бери там дыхание, на которое уйдет нужное количество времени. Если бы ты его взял, то не было бы там того, чтобы ты поторопился. Да, даже если бы я раньше времени закончил, я все не должен чувствовать. Ты мне скажи, ты идешь этим путем для того, чтобы просто по инерции зацепить эти ноты и спеть? Почему ты не берешь дыхание? Вот твоя голова, почему? Это что, ты забываешь, ты не хочешь? Нет, я просто перед тихим, в тихий сад, я перед дыханием. Так там обоих дыхание там. В тихий сад, ты как тень. Здесь и тихий сад предполагает дыхание. Ты как тень, ты как тень. И здесь тоже. Дыхание хватает есть работать, а пояс чем? И все ложится в метроритм так, как надо. Ты оба дыхания бери. Тебе же оба цезуру написаны. У меня перед тихим садом нет? Мы не брали, мы брали вот перед когтением. Ну захотел, бери. Но это не освобождает тебя от того, чтобы не брать дыхание здесь. Ага. Ты это понимаешь или нет? Ну должно быть там органичное же. Ну так ты и сделай это органично. А сейчас это не органично, сейчас тарапа нужна. В тихий сад, ты как тень. Вот что ты делаешь. Нет там той остановки, ты как тень. Где здесь смысловая нагрузка? Ну сколько мы легли, понятно вообще. Пойдем еще раз. Теперь. В тихую камеру не войти. В тихий сад, и когтей не забудь, А землеем на киху кружево. Все было хорошо. Накидка была великолепная, точная была по интонации. Про финал просто все время думаешь, ну спел. Спел, не будем больше моделяться, я просто одному понять не могу. Вот когда мы тратим время, драгоценнейшее время. На то, что мы сделали, мы с тобой на прошлом уроке точно очень хорошо помним, сейчас только этим занимаемся, чтобы тебе сдать экзамен. Если тебе это не нацепь, Наталья Викторовна, закройте рот, я не буду так петь. Ну вот я потому, что я помню... Так ты мне скажи, я-то что на это время потрачу? Если ты так петь не хочешь, так ты скажи мне. Хорошо, я не хочу. Вот эти качели не нужны внизу, не пой. Мы на это же время тратим. А ты потом племать хотел на это, и ты не поешь это. Зачем это так? Надо-то. Все? Не хочешь, не пой. Понятно? Все? Так. Ну не. Спасибо. 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 Спасибо.